Вот это да! Вот это да! Лидия Михайловна называется! Французский язык преподает называется! Ну и ну! Далеко не всегда судьба маленьких актеров, которые начинали сниматься довольно рано, складывается успешно. Их детская психика часто не выдерживает больших нагрузок и испытания славой даже при наличии благополучной семьи. Мальчик Володя из уроков французского добился высот на профессиональном поприще. Но не в кино, как же сложилась его судьба и как он сегодня выглядит. Именно об этом и будет наш новый сюжет на канале «Знакомые лица». В поисках мальчика на роль главного героя в картину «Сюда не залетали чайки» Мансуров объехал ни один детский дом. Были известны основные требования к будущему актеру. Нужен был ребенок с тяжелой судьбой. В одном из приютов Булат заметил Мишу Егорова, живой и в то же время не по возрасту рассудительный детдомовец случайно налетел на него во дворе учреждения. Уже через некоторое время он был приглашен на пробы. Побеседовав с претендентом, режиссер убедился в его искренности и утвердил на роль. Получив разрешение директора детдома, Миша уехал на съемки в Москву, где поселился вместе с Мансуровым в арендованной комнате. Коллегами Егорова оказались Павел Кадочников, Вячеслав Воскресенский и Юрий Назаров, а работу коллектива благосклонно восприняли как зрители, так и критики. Отведенное на съемки время пролетело незаметно, мальчик успел привыкнуть к Мансурову. Однажды он попросил у него разрешения остаться. Эта просьба нашла глубокий отклик в сердце режиссера, и он стал официальным опекуном сироты. Талантливые актеры редко остаются без работы, и вскоре Мишу вновь пригласили на роль. Евгений Ташков начал работу над экранизацией рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Во время проб Ташков лично беседовал с претендентами на роль главного персонажа, и один из адресуемых им вопросов был о самом грустном событии в жизни. Миша Егоров ответил, что потери родителей и пребывание в детдоме для него огромная трагедия. И вообще, вся жизнь сплошное недоразумение, сказал тогда мальчик. Режиссер увидел сходство судьбы мальчика с поворотами в жизни героя и сразу утвердил его на роль Володи. После выхода картины его приглашали многие режиссеры. До окончания школы Михаил успел сняться еще в двух фильмах. Послужной список и актерский опыт могли дать ему преимущество при поступлении в театральные вузы столицы. Веря в его перспективность приемный отец с удовольствием ему бы в этом помог. Но Егоров рассудил иначе, он твердо решил добиться всего самостоятельно. Как и все парни того времени он отслужил в армии, а чуть позже, оценив воинский уклад и порядок, решил остаться в этой сфере и выбрал для себя профессию милиционера. В настоящее время Егоров продолжает свою деятельность в структуре МВД. Он много добился и имеет звание полковника. Сослуживцы описывают Егорова как строгого, прямолинейного и по-прежнему не жалующегося на судьбу руководителя. В одном из интервью мужчина признался, что полученный в детстве съемочный опыт кажется ему интересным и вызывает приятные воспоминания. Он добавил, что если бы представился случай, то с удовольствием примерил на себя еще какую-нибудь одну роль.